Друзья, привет! Сегодня мы приготовим чили-краба. Это секретное блюдо нашего заведения. Короче, друзья, если вы покупаете краба, и он уже красного цвета, это говорит о том, что он уже приготовлен. Вы его просто размораживаете при комнатной температуре 4 часа, либо в духовке. Первое, что я хочу отметить, это роза. Такой термин применяется к основанию плеча. То есть вот это плечо, но его называют роза в кулинарном мире. Первая фаланга. Здесь уже мясо, скажем так, премиум класса, который любят абсолютно все. Иногда бывают споры, что роза вкуснее первой фаланги. Дальше у нас идет колено. Колено соединяет первую и вторую фалангу. Мясо здесь подходит в основном к закускам, да? Собственно, вторая фаланга. Здесь мясо уже менее плотное, более водянистое. Ее лучше использовать для салатов. Но мы сегодня приготовим целого краба. Что первое я рекомендую сделать? Конечно же, это удалить вот эти жабры. Вот так они выглядят. Их не употребляют в пищу. Поэтому мы все это дело снимаем. Друзья, я знаю, что очень многие мои, как говорится, близкие мои друзья, да? Они прям боятся там краба, что он колючий или там укусит. Ну, ничего там такого нет. Краб, да, он колючий, но не настолько, чтобы он проткнул тебе руку, да? То есть ты можешь смело его брать. Вот я беру, прижимаю, да? Конечно, есть такие легкие покалывания, но не до такой степени, чтобы там оставались порезы. В любом случае технику безопасности лучше соблюдать. Как появился чили-краб в Сингапуре? Некий повар попросил свою жену поэкспериментировать с крабом. Крабы готовятся на пару или там отвариваются в морской воде. Но его супруга в этот раз решила пожарить его в масле с томатным соусом, с добавлением чили-перца. И блюдо обрело новый вкус, обрело такую пикантность. Супругу это понравилась идея, и они уже начали торговать его на чилешках где-то там. Короче, фиг его знает. Но суть в том, что блюдо обрело популярность. Значит, сейчас мы аккуратно разделаем краба, а потом уже начнем его готовить. Первым делом я просто выкручиваю, не парюсь, снимаю. Окей, клешню мы оставляем. Так, теперь, значит, можно взять ножом. Розочки отодвигаем, нарезаем. Значит, что касается твердости, да, у нас здесь наружная часть и внутренняя. Внутренняя, это когда она белая, наружная твердая часть, а внутренняя мягкая. Тут элементарно можно вот так ножом это все прорезать. Но обычно берем ножницы и нарезаем. Для чего это делаем? Чтобы в последующем было проще раскрывать ахитину, да, и доставать уже мясо. Давайте приоткрою и покажу вам, что у нас здесь имеется. Вот оно, прекрасное мясо, сочное. Все это дело мы сейчас нарежем по-быстрому. Колено. У розочки мы тоже делаем вдоль с внутренней части, да, делаем вот эти надрезы. С крабом мы закончили. И давайте перейдем к соусу. Значит, весь список продуктов, сколько чего я добавил, все оставлю в описании. Буду делать все на глаз, потому что у меня есть уже понимание, какой вкус должен быть. Но для вас я оставлю все громовки. Поэтому переходите, смотрите. Сушеный перец, полу горький. У нас он называется лапиза. Заливаю кипятком. Буквально на 2 минуты переворачиваю и убираю в сторонку, чтобы это все не мешалось. Значит, дальше возьмем блендер. Начинаем резать красный лук. Значит, все это дело мы погружаем в блендер. Берем чили-перец. Нарезаем, счищаем семечки. Когда вы дома готовите, чтобы ускорить процесс, вы всегда можете возле себя поставить миску, чтобы не бегать до мусорки, да, и чтобы не разводить бардак на рабочем месте. Поэтому мы сейчас нарезали перец. Теперь мне понадобится галангал и имбирь. Имбирь, галангал. Чем они отличаются, можете почитать в интернете. Галангал используют в основном в Таиланде, в Сингапуре. Имбирь используют в Китае. Ну и японцы всякие. Теперь нарезаем лимонграсс. Вязал одну веточку. Так, нарезали лимонграсс. Берем чеснок. Придавили. Тоже погрузили в блендер. Теперь перец. В принципе, готов. Опять же, вот видите, сразу же положили весь мусор в гарбич. Семечки убрали. Погружаем в блендер. Попку отрезали, скинули. Семечки убрали. Погружаем в блендер. Отрезали попку, скинули. Семечки убрали. Погружаем в блендер. И вот в таком порядке у вас всегда будет чистота. Дальше нам понадобятся креветки в заливке. Открываем. Тяжело идет. Вот так чик. Открыли. Креветки в заливке. В рассоле. Называть как угодно. Вливаем в блендер. все это все летит в гарбич и вот такая у нас смесь получается сейчас нужно будет добавить небольшое количество жидкости для того чтобы прокрутить если у вас продукты сухие блендер будет только не скрутить не будет сцепления с продуктами поэтому добавляем небольшое количество кипятка и прокручиваем в блендере сейчас все покажу ну такая масса у нас получается все снимаем с блендера так едем дальше значит основу мы приготовились сейчас сделаем соус добавляем 2 столовые ложки томата добавляем свою чили пасту непосредственно чили пасту немного устричного соуса и добавляем сахар размешиваем друзья соль я не добавлял потому что краб сварены в морской воде и непосредственно его уже посолили поэтому солью здесь аккуратно классно теперь лайм нарезаем лайм у кого я соковыжималка отлично погружаем лайм переливаем в миску сейчас все это дело мы перенесем на станцию вог и уже там приготовим чили краба а 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 друзья так как краб у нас приготовлен поэтому мы его ни в коем случае не варим потому что белок свернется мясо будет жестко поэтому основа у нас уже готово практически сейчас мы погружаем значит краба тонкой струйкой поливаем буквально две минуты прогреваем краба даем настояться чтобы мясо пропиталась соусом и принципе наш чили краб готов обычно краба едят руками я думаю вы не против слюнки потекли лах-лах-лах-лах вот я вам клянусь это просто бомба друзья острота в меру соус классный чувствуется галангал лимонграсс сочетание краба с этим чили соусом просто волшебное друзья я вам всем рекомендую приготовить это блюдо на праздничный стол вы обязательно удивите своих близких всем приятного аппетита с вами был я ильзат малик подписывайтесь на мой канал давайте развиваться вместе